Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия Яльника. Сегодня у меня экспресс-обзор вот этой вот модели. Модель моя, ну, я вязала, вдохновилась моделью вот этой фотографии. Ну, связала там летний вариант, я связала зимний вариант из Кидмахера. У меня Кидмахер. По результатам опроса я в Инстаграм делала опрос, так что подписывайтесь, девчонки. Там более, как бы, личное общение у меня с вами. Поэтому вопросы я буду задавать там, о себе я буду писать там. Вот, ну, в общем, хочу заняться Инстаграмом более серьезным, чем раньше было. Вот, не буду забывать о том, что он у меня есть. Итак, там мы проголосовали, и я голосовала за подробный мастер-класс платный, либо экспресс-мастер-класс бесплатный. Выиграл бесплатный экспресс-мастер-класс, вот я вам его представляю. Вот такое вот краткое описание вот этой вот модели. Так, давайте сразу скажу, вот я измерила ее. Нет, сразу скажу по материалу. Значит, Кидмахер в два сложения. Сколько весит сейчас? Весит всего 196 граммов. Легкотня, 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 девчонки. И, казалось бы, Махер он дорогой, но 200 граммов купить это совсем-совсем недорого. Вот, сейчас покажу еще бобину. Это от Людмилы мне пришла, от подписчицы. Это не реклама, она просто послала мне остатки. Вот, к сожалению, здесь нет состава, но это классический Кидмахер. Предполагаю, что там Махер какой-то шелк, не колется. Ну, в общем, выбирайте качественный, хороший Махер. Махер, вот, в принципе, это любого производителя. Я вязала вот в два сложения вот этим вот Махером. Ну, классическая его длина, да, с тысячу метров. В 100 граммах, по-моему. Боже, зеваю, извините, девчонки. Вот, и 200 граммов всего лишь у меня ушло. Вполне себе бюджетно и экономно. Вот такая вот красота. Благодаря цвету очень красиво выглядит, такой вот грязно-розовый, такой, ну, красивый цвет у меня. Вот, так, что касается узора. Столбик с накидом мы все знаем. Цветок у меня на втором канале и сетка на втором канале. Вот узоры видео у меня есть, но на втором канале крючково. Так, по материалу сетку я вязала, инструмент, сетку я вязала крючком 2 мм и цветок 2 мм. А вот там, где столбик с накидом уже, вот эта обвязка вся, вот по рукаву, манжет, вот это я вязала крючком 3,5 мм. Так, далее, по конструкции. Вот такая вот у меня конструкция. Вообще тут ничего сложного. Ширина моего, чтобы ориентировочно понимали, 61 см. Это при моих бедрах 100 см. Грудь у меня 94 см, по-моему, вот. И вы видите на видео, на фотографиях, как это выглядит на мне. То есть, бедра плюс 10 см на припуск, это так, предположительно. Вязала цельное полотно до проймы, то есть, набирала вот здесь вот. Вязала этой сеткой до проймы, разделяла, никаких скосов плеча. Буквально на два ряда сделала вырез горловины по спинке. По этой сетке делается легко. И вырез горловины по переду, соответственно, делала, да. Никаких скосов, ничего. Потом сшила плечевой шов. И здесь вот уже, кстати, не измерила вам сколько сам рукав, ширина, чтобы ориентировочно вы понимали. Сейчас дополним информацию. Чтобы вы примерно понимали, сколько у нас пройма. 21 см. Так, значит, до пройма вот эта вот часть, 21 см. Ну и ширина рукава, соответственно. Тут набирала вот здесь вот даже видно. По ячейкам, то есть, здесь по рядам, напротив каждого ряда ячейка. То есть, здесь набор, как бы, добрать эти петли совершенно не сложно. Далее, вот когда я связала вот эту основную деталь. Сшила плечо, потом связала рукав. Цветы у нас привязываются потом. Вот я еще вам фотографии поставлю, чтобы вы видели примерно мое расположение цветов вот этих. Но это не обязательно. То есть, вы можете, ну, по своему усмотрению делать эти цветы. Значит, что касается манжета. Манжет я сократила вот здесь вот из одного рапорта. Я сделала столбик 2, я сделала 1 столбик. Манжет вязала столбиком без накида классическим. Вот, ну, вот где-то 8 см. Внизу 3 ряда столбиком без накида. В общем, все обвязки у меня столбик, просто столбик. Здесь я вязала из каждой петли, вот, из каждой дырки по 2 столбика вывязывала. Вот эту петлю пропускала. И за счет того, что крючок шире, ну, больше, то получается, что как раз оно хорошо ложится. Далее дырки вот делала, девчонки. Здесь планку вот связала я сначала низ. Потом, потом я связала после обвязки низа, я связала воротник. Вот просили в инстаграме подробнее на воротнике, что у меня воротник. У меня воротник, столбик с накидом. Я вот по пройме, тут вот, я говорила, 2 ряда вот всего вырез горловины по спинке и в глубину по переду. Сейчас я вам посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, одиннадцать вот этих ячеек. Это глубина выреза горловины. И вот по горловине, я, кстати, из каждой дырки набирала тоже по два столбика, вот чтобы вы ориентировочно могли понимать, вне зависимости от вашей, как бы, плотности. Из каждого, так как здесь, опять же, крючок был толще, из каждой дырки я набирала по два столбика с накидом. И вот у меня здесь ровное полотно, только вот эти вот скосы. По краям я провязывала, ну, добавляла по одной петле в конце и в начале ряда. Вот везде, в каждом ряду, то есть с обеих сторон у меня добавлялись по одной петле, и вот получился такой скос. Сначала, вот если вот досюда, это столбики с накидом, раз, два, три, четыре, нет, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять рядов всего у меня получается. Значит, здесь у меня добавлено 10 петель, и здесь добавлено 10 петель. Вот, понятно, да? И все, и закончила. Вот здесь у меня еще два ряда обязки, но это потом, когда свяжется планка. Значит, правая планка, у меня дырки сделаны, всего здесь шесть рядов. Вот, в третьем, в четвертом ряду я делала эти дырки. Вот, и всего их у меня семь. В общем, из двух воздушных петель. То есть, две петли пропускала, две воздушные петли вязала, и в следующем ряду восполняла. Вот, это планка. Далее, вторая планка я уже вязала с пуговицами. Пуговицы у меня обычные шишечки. Ничего здесь нету, как бы, никакого секрета. Это классическая шишечка из шести столбиков с двумя накидами. Вот. Если не знаем, как вязать, опять же, пишем. Я сниму только на следующем видео, на другом канале, потому что здесь мастер-классы по крючку я снимаю там. И вот, когда я связала вот эту планку, я уже, вот, и вместе с этой планкой я сделала обвязку два ряда столбиком без накида, вот по планке, по воротнику, закруглила край. И закончила вот здесь вот. Вот. Один ряд и второй ряд. И все. И прекрасно себе отпаривателем своим разутюжила. Результат вы на мне видите. Думаю, девчонки, вам понравится. Вот, правда. Мне понравилось, честно вам скажу. Никаких, как бы, сложностей нет. Если вы владеете крючком, вообще не сложно. Простая вещь. От процесса я получила удовольствие. Вот. И от результата я тоже получила удовольствие, девчонки. Ну, вот такой вот скоростной у меня сегодня мастер-классик. Я благодарю вас за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось видео и мое изделие. Напишите свой комментарий. Я почитаю ваше мнение. Вот. Также подписываемся на инстаграмчик. Вот. На второй каналчик. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. С вами была Вика, Школа Рукоделья. Всем пока-пока.